Добрый день! Сегодня в ресторане Московский двор мы попробуем приготовить украинский борщ. Предварительно отваренный бульон. Бульон варится для борща, конечно, из грудинки. Такой жирный, такая наваристая грудинка. Бульон жирный, такой сочный, душистый. И в этот наваристый бульон мы делаем заготовки. Бульон в борщевую заправку. Конечно, основным компонентом борщевой заправки является свекла. Мы нарезаем свеклу тоненькими ломтиками. Добавив немножко животного жира в кастрюльку, добавляем нашу свеклу туда. Добавить немножко бульона. Чтобы свекла не потеряла цвет, добавляем туда приблизительно столовую ложку уксуса. Чайную ложку сахара. И оставляем тушить. Это должно немножко протушиться. Пока у нас тушится свекла, мы пассируем овощи. Для этого нам нужно пару морковок, корень петрушки. И полу луковички достаточно на эту кастрюлю будет. Мелко нарезаем. Чтобы суп был красивый, все овощи должны нарезаться приблизительно одинаковой формы. Желательно так строить. Тогда будет больше, более привлекательный вид у него. На сковородочку добавляем немножко растительного масла. Ставим на огонь. Кладем морковку на сковородку. Корень петрушки. Также добавляем на сковородку. Такая овощи у нас пассируется. Берем приблизительно 2 столовые ложки томатной пасты. Разводим их в 100 граммах бульона. Потому что потом добавим это в пассированные овощи. Чтобы томатная паста не подгорела, мы ее разведем в бульон. Вот такой кашицеобразной консистенции. Но пока у нас пассируются овощи, берем капусту белокочанную. Четвертинку. Вырезаем кочерыжку. Капусту точно так же, приблизительно такого же размера, как свекла, шинкуем. Картошку. Нарезаем приблизительно такого размера, как чесночные зубчики. По четвертинке паприки различного, трехцветной. Так, овощи наши готовы, спассировались. Добавляем туда томатную пасту, разбавленную бульоном. Обжариваем томат. Томат должен прожариться в жиру, чтобы этот запах, этот резкий привкус томатной пасты, чтобы он не превалировал в супе, он должен с жиром обжариться. Да, этот запах, вкус томатной пасты уходит. Добавляем это в свеклу. Овощи тушатся у нас дальше, а в это время мы ставим бульон. Теперь добавляем овощи в бульон. Овощи сварились, свекла потушилась. Теперь все это смешиваем вместе. И буквально осталось здесь пару минут. Долго варить нельзя, кипятить, потому что разрушится весь цвет тогда. Свекла потеряет цвет. Пока прогревается борщ, берем пару кусочков сала. Мелко нарезаем. Складываем в ступку. Пару зубчиков чеснока. Тоже так же мелко, мелкими, маленькими кусочками нарезаем. Добавляем к салу. Немножечко петрушки. Укропчик. Смешивается. Для того, чтобы эта масса лучше перемешалась и стала такой однородной консистенцией, нужно обязательно добавлять соли. Без соли это все проскальзывает сало и не толчется. Нужно соль обязательно добавить. Но когда варите бульон, нужно рассчитывать на то, что будет в заправке соль. Старайтесь не пересолить. Добавляем сюда наш чеснок. И больше кипеть нельзя. Выключаем плиту. Потому что весь аромат чеснока при кипении разрушается. Нужно лучше снять, конечно, с огня. Кастрюлю снять с огня. Перемешать. Борщ готов. Можно подавать на стол. Субтитры сделал DimaTorzok